Привет, мои хорошие! С вами снова я. Кто со мной еще не знаком, меня зовут Дарья. И сегодня очередной вопрос-ответ. Теперь эта рубрика у нас переезжает на четверг. Каждый четверг мы будем с вами встречаться и общаться на творческие темы. Сегодня на повестке дня у нас перспектива. Поговорим о ленинной и свето-воздушной перспективе. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной. Итак, перспектива. Если дать краткое и очень простое понятие, то это изображение объекта в пространстве. Перспектив существует много, но для рисующего человека важно знать две. Это линейная перспектива и свето-воздушная перспектива. Об этих перспективах мы сегодня и поговорим. Начнем мы разбирать линейную перспективу. На самом деле линейная перспектива бывает двух видов. Прямая и обратная. Но обратной перспективы не рисуют уже давным-давно. Но так для галочки знать нужно, что такая существует. Поговорим мы о прямой линейной перспективе. Если вы откроете любой учебник по рисованию, то именно эта перспектива линейная, прямая, вот там изображена. И показаны все ее основные законы. Единственные, там самые главные законы, это то, что есть единая точка схода на линии горизонта для всех предметов. То есть, чем дальше, тем меньше все это происходит пропорционально. И это все можно измерить с помощью линий, которые движутся в точку схода. А если мы немножко коснемся истории, то прямая линейная перспектива появилась аж в 14 веке. Такой большой скачок в развитии она подняла в эпоху Возрождения, когда появилось очень и очень много талантливых людей в одном месте. Одним из них был архитектор Брунелески. Мне кажется, его знают каждый из школьной истории. Поэтому о его глобальных сооружениях мы сегодня говорить не будем. Но благодаря именно линейной перспективе он их и создал. Ну и, конечно же, тему перспективы подхватил всезнающий и всеумеющий великий Леонардо да Винчи. И развил ее не только в сторону прямой линейной перспективы, но еще и добавил такое понятие в живописи, как световоздушная перспектива. Все мы знаем его знаменитую картину Монализа, но мало кто обращает внимание на дальний план. Он именно изображен в технике световоздушной перспективы. Мы там видим очень-очень глубокое пространство. И главное, что нам нужно запомнить о световоздушной перспективе, то, что чем дальше предмет, тем он становится светлее, чем ближе к нам предмет, тем он становится ярче. Это вы можете почерпнуть из любого моего видеоурока. В пейзаже мы рисовали много и гуаши, и акварелью. Ссылочки я оставлю здесь, также оставлю под видео. Поэтому проходите, смотрите, рисуйте вместе со мной. Ну давайте от слов перейдем к практике. Я думаю, со световоздушной перспективой все более-менее понятно. Чем ближе к нам, тем ярче, чем дальше от нас, тем светлее. Но вот с линейной перспективой, думаю, нужно потренироваться. Линия горизонта находится на уровне наших глаз. Обозначив точку схода, потренируемся на кубе. Его грани уведем в точку схода и получим объемный куб. Но не нужно каждый раз находить точную линию горизонта. Нужно просто запомнить, что все линии когда-то сходятся в точке схода. В перспективе подчиняется все. Она очень помогает в создании городских пейзажей. Также в перспективе подчиняются и круглые объекты. Мы знаем, что круг вписывается в квадрат. И, например, цилиндр встраивается в куб. Редактор субтитров А.Семкин И на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным и интересным. Если так, то поставьте нам палец вверх. И мы увидимся с вами в следующий четверг. Также поделитесь вашими мнениями, впечатлениями и идеями для следующих видео. Вопрос-ответ в комментариях к этому видео. И всем большое спасибо за внимание. Помните, что рисовать может каждый. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!